Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Эзотерика по пятницам, как всегда, в пятницу, 8 ноября. Для вас Андрей Андреевич Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. С удовольствием сегодня отвечу на ваши вопросы. Сегодня опубликовал это объявление, отвечу на ваши вопросы. И вижу, что вы были активны и написали большое количество вопросов. Большое вам спасибо за участие. Не забудьте прямо сейчас подписаться, поставить лайк и написать свой комментарий. Итак, сзади меня красивый фон. Это фон осени. Сегодня уже осень. Мне бы хотелось соответствовать паре времен года. Надеюсь, вам этот фон нравится. Мария Агеева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прохожу вторую бесплатную ступень. Подскажите, направьте меня. Чем мне начать заниматься, чтобы хорошо зарабатывать? Будут ли отношения с хорошим человеком и когда добра вам? Очень хороший вопрос. Большое спасибо. Я знаю, что вы хотите конкретики. Какие пути для того, чтобы начать хорошо зарабатывать? И как найти хорошего человека? Начну я, наверное, с такого вопроса, который звучит так. Что на самом деле хочет человек в жизни своей? Очень часто человек думает, что он хочет того, что он хочет. На самом деле, если разобраться, то человек не хочет то, что он хочет, а хочет то, что ему навязали. Навязали те люди, с которыми он живет, или навязали идеи, которые демонстрируются в окружающем обществе. Очень часто человек, который хочет, допустим, 100% квартиру, ее на самом деле не хочет. И он не хочет жить с той женщиной или с мужчиной, с которой хочет эту квартиру купить. Он не хочет еще чего-то. В целом, люди, это все называется путаница. Люди в своей жизни очень часто начинают путаться. Каким образом это происходит, несколько слов об этом скажу. Жизнь человека так устроена, что мы определенным образом воспитываемся и воспитуемы. Нас воспитывает окружающий мир. Мы сами себя, книжки, телевидение, социальные сети, они все на нас влияют. Они создают наше персональное, общественное мнение, которое очень часто отличается от нашего собственного. Это работает приблизительно как аффирмация, когда человек себе внушает, внушает, и потом эти ценности или эти задачи, которые он думает правильные, они были ему навязаны. Очень крупно и очень широко занимаются люди, знающие и управляющие этим миром, занимаются программированием человечества, говоря о том, что хорошо, что плохо. И люди в целом очень часто изменяют свои параметры того, что хорошо и того, что плохо, в зависимости от той страны, национальности или национальных религиозных идей, от где они находятся. Так, допустим, для каких-то племенных племен каннибализм, вернее, это совершенно нормальное состояние. В тот момент, как, допустим, в какой-то другой стране, европейской, это может приравниваться к смертной казни, являться смертным грехом. Таким образом, есть воспитательные процессы. Что же на самом деле должен ощущать человек, и что же на самом деле человеку ощущать, и как ему жить для того, чтобы оставаться счастливым? Первое. Помните вкус жизни. Первое. Живите со вкусом. Что это обозначает? Старайтесь в каждый ключевой момент вашей жизни испытать то, что вы это ощущаете. Старайтесь это сделать. Какие ошибки мы делаем? Где угодно. Когда едим, смотрим в телефон. Когда одеваемся, думаем о чем-то еще. Когда мы, допустим, выходим на улицу, не ощущаем, не видим, нам холодно или нам тепло. Мы очень часто озабочены тем, что о нас подумают другие люди, о том, что мы подумаем о других людях, о том, что кто-то о нас что-то думает. Мы очень часто пропускаем. Или мы в воспоминаниях, или мы в будущих идеях. Воспоминания, какие бы они ни были прекрасны, они не накормят человека. Возьмите одно кислое яблоко во время голода и выберите для себя, съесть это яблоко или бесконечно и очень ярко смотреть кино или смотреть видео какое-нибудь, где будет показан самый красивый в мире пир с самыми прекрасными блюдами. Также наши воспоминания, как бы мы ни вспоминали, самый красивый и прекрасный стол в прошлом, он все равно нас не накормит так, как это может сделать самое невкусное и, наверное, самое отвратительное яблоко, но только съеденное в настоящие минуты жизни. Так наша жизнь, она состоит из тех моментов, в которых мы живем. Эти моменты за ними охотятся. За ними охотятся бесы, за ними охотятся масс-медиа. Они пытаются забрать у вас, а ведь эти моменты осознанности на самом деле являются ничем иным, а как вашей персональной жизнью. Момент, в котором человек ощущает себя персонально, в том месте, где он находится, ощущает, видит и чувствует, в этот момент он живет. Люди, проснитесь, начните оживать, начните жить, получайте удовольствие от ключевых моментов в вашей жизни. Получайте и ощущайте. Перестаньте нырять в прошлое. Оденьте резинку, как я обучаю в школе. Ударяйте себя резинкой по руке, в случае, если вы все время думаете о прошлом. Если вы очень часто мечтаете, то я хочу вам сказать, мечты в большинстве своем навязаны. Люди, хотите счастья, желайте счастья. Что такое счастье? Человек думает, я был бы счастливым, если бы жил в квартире, однокомнатной, самой минимальной. А у Бога на вас другие планы. Он хочет, чтобы у вас был огромный дом, с бассейном, со спортивным инвентарем, я не знаю, еще с чем-то. И вы в этот момент скажете, но как же? А ведь я не могу даже рассчитывать на это. Правильно. Ваши мозги не могут рассчитывать, ваше состояние не может рассчитывать, ваши близкие не могут рассчитывать, а Бог на это рассчитывает. Он, возможно, хочет большего, а вы своими задачами, микрожеланиями мешаете ему быть реализованным человеком. Для Бога очень важно, чтобы человек реализовался в состоянии счастья. Единственное, к чему человек должен стремиться, это стремление ощущать счастье и стремление быть счастливым. Просите у Бога не квартиру и не жениха, просите быть счастливой. Так для одной женщины счастьем может быть то, когда она выступает перед публикой, для другой огромное количество поклонников, для третьей апстировать свою семью и прожить так, чтобы о ней никто не знал, главное, чтобы ее не трогали. Счастье у каждого персональное. Кто-то хочет управлять целым народом, целым миром, а кто-то хочет просто приходить к своей семье, ездить в субботу-воскресенье на рыбалку. Так у высших сил для каждого человека есть своя индивидуальная и персональная задача, в ходе которой человек получит счастье. Кто им мешает дать вам счастье? Ответ есть вы. Почему? Потому что первое, вы не живете, все время ныряете в прошлое или начинаете думать о том, как было бы хорошо, если бы, да кабы, но и при этом не ориентированы на то, чтобы, что вам не дай, вы пропустите. Почему? Когда вам дают хорошую еду, то если вы ее съедаете и наслаждаетесь, то в следующий раз дадут еще лучше. Почему? Все хорошее порождает хорошее. А если вы в тот момент, когда идите, смотрите в телефон, и вас гораздо сильнее интересуют совершенно другие задачи, и вы от этих задач страдаете, потому что не можете себе это взять, то вы теряете себя. Вообще хочу вам сказать, вот это очень опасный инструмент. Почему? Мои дорогие золотые товарищи, хочу объяснить вам, что в большинстве своем данный гаджет, как и ноутбук, как и телевизор, на сегодняшний день является компонентом, который очень разрушает вас. Если у вас уже появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, навязчивые идеи, нервные состояния, возьмите, отключите и побудьте на протяжении одного, двух, трех дней или даже семи дней без этих гаджетов. Вы будете настолько удивлены тому, как вернется к вам ваше равновесие, вернется сон, улучшится общее настроение, улучшится взаимопонимание с собой, с окружающим миром, улучшится самочувствие. Вы загоняете себя. На самом деле они вам мешают. У меня была экспериментальная группа, людей, которые мне жаловались на то, что у них панические атаки, депрессивные эпизоды, нервные состояния, беспокойство, страх. Я попросил этих людей ради эксперимента на протяжении недели всего лишь один день не пользоваться телефоном и не включать телефон до 11 часов утра, другие дни и после 11 часов вечера. Все остальное время с 11 часов. И до 11 можно было пользоваться телефоном. У этих людей на протяжении одной недели улучшилось самочувствие. Улучшилось самочувствие пищеварения, кишечника, сердечно-сосудистое, улучшился сон, глубина сна, просыпай, улучшился характер, улучшилось общее самочувствие и так далее и тому подобное. А чем же заниматься? Ну, ну, о чем вы? Очень много есть, чем можно заниматься. Можно просто сидеть, просто сесть, закрыть глаза и сидеть с закрытыми глазами. Вы когда-нибудь знали о том, что можно просто гулять на улице без телефона? О том, что можно просто смотреть, как листья кружатся и о том, как облака плывут? Что можно просто гулять и смотреть на звезды, смотреть на людей, просто где-нибудь сидеть и пить водичку? Что не обязательно для того, чтобы испытать от жизни радость, объесться, напиться, не обязательно радость только в том, чтобы с кем-то спать. Радость может быть от того, что мы просто есть. А в чем наша радость? У Бога для вас радость персональная. И я сто процентов уверен, что в тот момент, когда поиск закончится, и вы скажете, мне все равно, у меня обязательно будет самый нужный и самый верный, и самый хороший, и самый добрый мужчина. В этот момент он и найдется. А до того момента, когда вы его ищете, страдаете, беситесь, добиваетесь, вот в этот момент у вас хорошего ничего не произойдет. Почему? Там, где большая очередь, если кто-то пхнет первым, то обычно за наглость его ставят в самый задний ряд. Уповайте на высшие силы, они помогают в действительности человеку и дают ему счастье. Человек часто говорит, я бы хотел быть богатым человеком. Что отличает богатых людей от бедных людей? Много есть нюансовое, даже целую книгу написал, называется «Магия денег». Возможно, вы ее читали. Это такие психосоматические компоненты, которые влияют на наше мировоззрение и так далее. Я одно могу сказать, человек должен быть или иметь три понятия, которые однозначно могут сделать его богатым человеком. Мы так. Первое понятие, оно звучит так, плохое. Весь мир состоит по принципу пирамиды. По принципу пирамиды, где с человеком происходит то, что он чувствует. Да, не верьте, что человек хочет, ему дается. Если бы это было так, и человеку давали все, что он хочет, то в этот же момент все бы стали тем, кем они хотят. А этого не происходит, хотя об этом знает очень много людей. Как бы вы не повторяли себе, я молодая, и красивая, и умная, и здоровая, вы не станете ни молодой, ни красивой, ни умной, ни здоровой. Как бы вы себе не говорили, у меня не болит сердце мое, сердце полностью здорово, оно не выздоровеет и будет все равно больным. Кто бы вам что не говорил, только в случае, если вы не войдете в гипнотическое состояние. В тот момент, когда человек начинает сосредотачиваться на своей жизни и начинает жить, то он должен знать, что желания, которые исполняются, они исполняются из-за чувств. И чувства в этот момент являются тем, теми парусами, которые ведут высшие силы к тому, чтобы понять. Почему? Чувства, они без языка. Поэтому вот в этот момент вам хорошо и вам нравится, это фиксируется, и вам это дается. Мне хорошо, мне нравится, это фиксируется, это дается. Мне это не нравится, мне это не нравится, это фиксируется и старается это не даваться таким образом условно можно сказать чем больше плохих чувств на протяжении суток тем хуже жизнь а ну посмотрите свои чувства которые возникают у вас жизни и посмотрите среди этих чувств какие есть если у вас много плохих чувств то тогда вы будете больше хуже жить если у вас много хороших то будет жизнь тоже лучше это такая особенность ничего с этим сделать нельзя хохотушки веселушки радушки им вечно везет по жизни везде все получается но что-то с ними происходит они становятся как все становятся занудами вредными и так далее и жизнь идет под откос но вернемся к теме трех компонентов первый компонент почему плохим людям людям букам злюкам какашкам вредняшкам нереально везет жизни почему на здрасте фигасти у меня была такая история я я когда-то в харькове жил и там брал киоск себе не киоск а строил киоск и директор этого директор этого рынка ее зваляло я захожу к ней она вот так вот сидит я говорю здрасте она мне первый раз видит и горит херастия и для чё ты хочешь или ну я бы хотел все хотят я говорю ну мне надо всем надо да кто ты такой пошел отсюда и вот для был так униженно оскорблен я вышел за дверь постоял немножко снова постучался говорю вторая попытка ну и так далее мне дали рынок я потом работал даже с этим рынком в общем все хорошо в моей жизни было нашел я с ней в общем-то и компромиссы и тогда почему ей везло почему у нее все было так что строила сделалась холодильнике открывались ей везло она открывала там и бизнес у нее такой мог мульти большой был но она искренне ненавидела всех кто был ниже ее то есть если на нее работали люди то она их иначе как ублюдки дебилы там фашисты шпана какашки никак не называла на здрасте говорю для нее все люди иностранцы на букву х назывались и так далее при этом бизнес у нее процветал и здесь такой непонятный вопрос у людей я часто говорю себе на семинарах куда течет любовь туда текут и деньги люди помните делайте хорошие дела вас люди обожают к вам будут деньги а тут вот смотришь на таких какашка в чистом виде ненавидит весь мир бухает при этом еще и там ставные зубы при этом еще и орет из окна там пошли там и так далее я помню как она шлагбаум била ногой просто сдайте от бешенства какого-то не знаю какая ее судьба сейчас если что привет октябрьскому рынку да но вернемся в к теме почему так происходит мир людей и мир денег устроен по принципу эксплуатации пирамиды те кто находится в самом низу они вынуждены работать но кто-то должен их эксплуатировать их эксплуатирует либо те кто рядом находится либо там жены и мужья либо дети либо еще кто-то и фактически со становятся сверху им наш на плечи но бывают такие люди которые могут стать на плечи не одному человеку а десятку человек то есть эксплуатировать сразу 300 человек 500 человек чем больше тот человек который находится сверху на этих людях ненавидит тех людей которые находятся ниже его в социальной лестнице тем больше ему удается подниматься в этой социальной лестнице это называется пирамида эгрегора денег при этом он становится богаче и ненавидит ярче богаче и ненавидит ярче богаче и ненавидит ярче таким образом он обожает себя обожает детей в честь детей там строит дома красивые церкви у нас кстати был такой очень знаменитый политик у него дома во дворе церковь и там иконы сделаны в виде его лица ангела и его детей ангелов и его жены в виде ангела и там божьей матери и так далее там даже батюшка работа этого миша зовут для этих людей знаю не мои друзья так это всегда поражало ну пусть хочется ему ну я знаю что есть церковь такая там такая огромная икона и там медведев нарисованы путин и так далее ужас к чему это я в шоке вообще интересно как бы к этому отнесся иисус христос и апостолы ладно это дело другое уже как бы нас не касается он бы плохо отнесся наверняка но я не могу за него говорить ну и в этом случае случае если люди ненавидят те кто под ними находятся искренне ненавидят если они хамят ненавидят и так далее они зарабатывают для себя плохую карму они сто процентов закончат плохо они возможно даже хорошо закончат но дети будут за это отвечать чем больше человек делает зла тем больше зла ложится на плечи в его роду и дети которые будут рождаться будут за это все оплачивать оплачивать здоровьем жизнями наркомании там и так далее и так далее и так далее внутри эти люди обычно они становятся омраченными озабоченными деньги им не приносят радость они теряют то что называется понятие жизни или ощущение радости они как потерянный смех помните есть такая история такой человек который находится на самой вершине богатства с ним когда разговариваешь то этот человек он все имеет он ни о чем не задумывается и он не получает ни от чего удовольствие радость корми его каждый день красной икрой черной и там еще что то еще что то он не ощущает никак этого у него радости от этого нет он может получить радость если кто-то рядом начинает восхищаться этим вот если сесть рядом я давно это заметил поэтому со мной много таких людей работает я когда их вижу обычно говорю ух ты ж какой костюм что это такое и там тебе говорит а это же брионик да ладно что самая настоящая брионик да вот это да это наверное да да дорого а что за часы а а это патек филипп о а это тот самый да это тот самый супер а что за машина у вас такая-то такая-то выходит какая машина а какая женщина а как и там а как же вы так смотри ой а какой там я в кабинет захожу ой а вот это вот а какой стол и так дать и вот они начинают мне повествовать историю апатек филиппе мне вообще все равно какой у него там патек филипп да и вообще мне я их и после этого может час рассказывать мне там апатек филиппа здесь за водилкой такая ты знаешь сколько стоит там 150 250 вот это да как же вы смог вот это да я восхищаюсь в этот момент они реально просто кончают от счастья просто от счастья и все их это так вдохновляет они аж их аж 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 разлупашивает они принимают очень часто алкоголь и наркотики наркотики обычно принимать такие которые создают эйфорию она их по эйфории потом они на антидепрессантах сходят с этой темы и так далее то есть смотришь на эту жизнь такая она у них с одной стороны но нет чего в жизни они не получают удовольствие заметил чем выше человек находится в эгрегоре вот этом финансовом тем больше он ненавидит людей и тем меньше его возможности его вдохновляют единственная жажда которая у него возникает от которой он прямо не знаю там испытывает какие-то мега оргазмические состояния это добавление нолика вот ему секретарь приносит и говорит вот вот это во счет вот он так считает раз два три четыре пять шесть семь ему говорят а с этого месяца еще один ноль добавился он после этого закрывается и час у него конвульсия отчасти то есть его вдохновляет ноль вы представляете вы просто вдохновляет ноль и он ради еще одного ноля готов вообще на все они омрачены у них это одна из разновидностей таких вот мега эзотерических психических болезней когда у людей вот такой вот завиток от эгрегора знаю это клянусь вам мог бы добиться самых высоких результатов осознанно делая это все осознанно ненавидели осознанно переступая или осознанно наступая или осознанно там что-то делая можно быть лучшим и быть наивысшим но нет огромного желания достигать это почему я невероятно обожаю своих детей свою семью и не хотел бы им плохой кармы и так далее тогда каким путем идти второй путь куда течет любовь туда текут и деньги я стараюсь максимально проявлять любовь ощущать любовь давать любовь создавать любовь безвозмездно служить что-то делать для людей которых я люблю они в этом случае тоже меня любят я поэтому и провожу семинары встречаюсь с людьми пытаюсь что-то хорошее сказать кому-то советую по здоровью делаю это делаю 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 не устаю и стараюсь это делать и поддерживать и постоянно это контролировать и это увеличивать количество людей которые при этом любят меня которые хорошо ко мне относятся она увеличивается потому что есть интернет потому что обо мне знают это увеличивает поток денег ко мне до поток денег но не от вас это просто везение которое в жизни так обычный человек открывает магазин к нему придет три человека а из-за того что меня любит очень много людей ко мне не 3 человека придет а 303 333 даже меня не знающих я даже об этом говорить ничего не буду почему так работает энергия но я максимально пытаюсь все для этого сделать там жену глажу тещи пою дифирамбы там близким стараюсь подарки делать разговариваю с кем-нибудь у меня друзья есть которым я хорошо отношусь там что-нибудь публикую особенно вот выхожу в люди и делаю что-то ищите возможно сделать что-то для кого-то чтобы это понравилось для того чтобы в вашу сторону начала течь любовь помните об этом помните с почему артисты становятся известны они поют песни нравятся в их сторону течет любовь они становятся популярными особенность такая может ли ненависть поднимать конечно если люди если человека ненавидит очень много людей то это тоже поднимает его почему один человек он может целеустремляться в пирамиде грегоров где он наступает на головы и писает на тех людей у которых цвет штанов не оранжевый а тот в черный другой как сказал голохвастый глядя на таких людей не хочет так делать поэтому он с позиции своей в учености пытается найти другой путь и этот путь альтернативный то есть есть два пути это путь фрика который ненавидит который делает все для кого-то и можно ненавидеть если бы я сейчас проводил семинар говорил бы какашки анал там там человек хочет только жрать бухать и шляться и только там трахаться и там пердите громче и воняйте сильнее и так далее и бухайте там и на сделал бы себе инъекции вот такие щеки знаете там разрезы глаз там какие-то и сделал бы татуировку на горле в виде там креста то я клянусь вам уже завтра был бы канал несколько миллионов почему под и ненавидел бы всех говорил бы через оттянутую губу о важности от духовности и так далее и все бы любили меня но и ненавидели таким образом через эту позицию я бы на другой оси мог бы подниматься ярче мне такой путь не подходит я выбираю осознанно путь сеять или добра мой путь такой я хочу так мой путь такой я хочу чтобы добро побеждало зло должны быть такие люди которые могут говорить о том что добро может победить о том что можно осознанно выбирать путь о том что тех кому течет любовь кому текут и деньги но есть третий путь бывает так что любовь не течет почему живешь сам нет никто тебя не любит на тех гавкаешь эти тебя не любят сама там мужа нету там жены нету вообще ничего в жизни нету и даже собаки тебя на улице не любят гавкают и всех уже всем уже надоело потому что такая вредная с кислым лицом себя ненавидит окружающих людей еще с больными зубами а куда ж деваться такому человеку как ему в свою сторону привлечь хоть немного любви можно ли этом научиться несомненно каким образом скажите что важнее в этом мире для бога человек или червячок для бога все равны перед богом все равны помните бог создал и животных и людей сказал передо мной все равны все живите плодитесь размножайте все отстаньте такой демократ и после и после этого скажите ему важно червячок конечно если бы он не важно был червячок бы сразу же он бы его не создавал а так он создал инфузорию туфельку и червячка и циклопчика и человечка создал который похож на червячка просто с ручками ножки ну и конечно можно сказать ну а для человека что важно но если перед богом все равны то тогда его любовь она не обусловленная то есть если а его любовь не обусловленная просто человек может эту любовь получить потому что если а как получить обратить внимание на бога а это еще что такое выберите для себя своего персонального бога пусть он будет для вас по вашей вере у вас есть ислам верьте в бога аллаха у вас есть христианство верьте в бога иисуса христа у вас есть допустим там какая-то про какая-то вера своя там особая вы копты или там у вас армянская православная церковь или вы являетесь там являетесь ну и не знаю кем то есть хотя хурам за то есть какая угодно религия но у вас обязательно должны быть высшие силы высший бог или высшие силы вы его можете представлять или чувствовать и сложив руки начинайте его любить как угодно делайте так как я его люблю 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 ай как я его люблю вот если вы любите бога то тогда бог любит вас и богу ваша любовь не нужна но зато она течет по отношению к вам почему к богу это прикасается и как солнце умножается и в виде лучей в вашу сторону летит поэтому те люди которые верующие которые любят высшие силы к ним как ни странно течет любовь а те которые с претензиями к высшим силам к ним не течет любой я буду голодать мои требования это никому не интересно вы что есть что нет вы сегодня родились завтра умрете для бога все равно почему он не ограничен во времени для него это знаете одни рождаются другие умирают какая разница если что-то хочешь люби а если не хочешь тогда таким образом есть три пути люби бога тогда это будет увеличивать твою сторону любовь тогда и богатым будешь люби близких они тоже могут твою сторону где давать любовь не делайте гадости какие-то потому что эти гадости они могут ухудшить состояние ну и наконец-то выберите для себя ту сторону на которой вы будете более счастливой сторона зла или сторона добра сторона зла вечно всем недовольны вечно все ненавидеть вечно всех обвинять вечно ко всем претензий вечно все плохие я я имени меня в честь меня а вы все какашки я как там говорил я гена значит я гений а вы все не гены это из трех историй до поэтому на ответ нашей марины агеевой чем заниматься чтобы хорошо зарабатывать неважно не заниматься а дайте возможность этим силам вам что-то сделать или дать вам что-то научитесь чувствовать чем больше тепла будет здесь тем больше возможностей будет откуда угодно главное чтобы здесь было тепло поймите чем бы человек не занимался если в душе нет тепла если человек не знает эти принципы то не будет у него нигде везения я знаю миллионы людей у которых ничего не получается тот момент как знаю миллионы людей у которых все получается человек говорит андрей андреевич а как же так мой муж вот выпивает и там когда он бухой и он там всем все дает наливает рубаха парень и так далее вот в это время его весь мир обожает а потом он трезвеет и начинает всех ненавидит и в этот момент у него обратная сторона проявляется то есть безденежки и так далее тогда все это связано с навязчивыми такими концепциями навязчивыми идеями и по поводу любимого человека тоже знаете по поводу любимого человека сказал хорошо деревянские колы еще хочет мужчина знает и он сказал что мужчина хочет 33 речи 3 речи ци вин хочет секса вин хочет грошей и вин хочет есть ты вот если вы все три компонент если вы хотя бы два компонента можете мужчине дать то есть вы можете дать мужчине интимы можете его накормить то все сети для этих мужчин у вас уже уготованы все теперь надо спилить мушку только будет ли будет когда скором времени чем заниматься любите 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 и если любить то тогда все дается если внутри есть ощущение любви вот такое внутри человек его находит то неважно от чего она возникает от листка от природы от солнышка мимолетная кратковременная секундная если это повторяется на протяжении дня сто раз то тогда чем бы вы не занимались везде будет успех если с утра до вечера плохо 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 мы же еще и создаем себе чувство когда мы берем телефон это новости плохо 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 и так полтора часа после этого взять две чаши весов на одной чаше весов у вас плохо плохо а на другой части ваши чувства там ребенок покупался там заработал хорошую оценку там красивые детки там хороший муж или там хорошо заработали или еще но плохо больше и какая жизнь вот и скатывается все вообще не понятно в какую сторону все не поместилось до после ступени жизнь действительно меняется вообще у вас очень хорошо будет все что связано со строительством но вы скорее всего заниматься этим не будет подскажите увольняться мне с работы не могу сделать выбор работа тяжелая семья живет от меня далеко скучают если уволитесь с работы то другой работы быстро не найдете скорее всего сейчас еще не время для того чтобы увольняться вам с работы как бы это не было тяжело когда у вас тяжелый период посвящайте его чему-то хорошему так человек когда когда человек достигает чего-либо в жизни он достигает это путем каким трудности и тяжелый тяжестью это происходит так тяжело 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 было качаться выросли мышцы тяжело 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 было вынашивать ребенка родился ребенок тяжело было учиться тяжело было работать тяжело было открывать магазин тяжело было начало тяжело страшно было записывать видео страшно было открываться страшно было занимать деньги страшно было начать торговать страшно все было страшно все открыли и начала все работать и не всегда с первого раза почему видимо для каждого человека для того чтобы что-то произошло необходимо своя тяжесть психоэмоциональная то есть страдания они являются оплатой за будущее счастье так человек говорит я хочу прибежать первым на олимпийских играх а кто победит первый на олимпийских играх наверно тот кто будет более активно дисциплинирована и сильно выкладываться сверх человеческий ежедневно долго со всей силы сцепив зубы сквозь боль с вытаращенными глазами в ущерб себе он станет чемпионом почему миллион есть спортсменов а чемпион один кто он этот один тот кто через боль через страдания смог до грести точно так же у людей вы же не забывайте о конкуренции точно так же у людей человек говорит я желаю чтобы моей жизни было счастья чтобы моей жизни была радость я хочу чтобы дети мои были счастливы какая у вас должна быть работа тяжелая должна быть и вы должны говорить это все для того чтобы мои дети были счастливы и это все для того чтобы все хорошо было моей жизни а и плачу это я а свою карму очищаю родинусь ради будущего своей будущей любви ради будущей хорошей жизни для своих детей я все это делаю для них даже болезни можно посвящать говорить все мои предки или там мои дети ли еще кто-то пусть у меня все это отболиться пусть это будет выкупом за ту жизнь которую я прожила или мои предки пусть мои потомки мои дети внуки пусть они теперь будут счастливы если это расчет окей никто же не отменял духовный расчет никто никто но мы же не высокодуховно развитые люди как бы нам казалось а были высокодуховные развитые там она ходила по льду с кирпичами и спасала людей помните да святой патрик который на кресте говорил я спасу всех от чумы и после этого чумой город не болел в испании ну и там очень много этих историй есть о святых которые посвятили свою боль свою жизнь как расчет если страшные силы хотят забрать боль людей то тогда можно эту боль но если более там нуждается или если семья сделала столько боли и высшие силы хотят сделать столько тревог боли и теперь высшие силы хотят чтобы расчет был то появляется болезни ну нужно их теперь принимать как святой человек то есть пусть мои болезни это расчет за будущую счастливую жизнь моих людей супер пусть супер я за пусть я готов болеть я готов страдать пусть мои дети будут счастливыми если за это конечно я в огонь и в воду запросто пусть главное счастье это же и называется духовное самопожертвование вот так оно и происходит а мы начинаем лечиться не торопитесь теперь вы знаете что все тяжелое есть расчет за все хорошее что дальше можно получить а скажите вам вообще интересно то что вам говорю обязательно сейчас подпишитесь сейчас если не будет 100 лайков а вас уже здесь сейчас посмотрю боже мой вас уже шестьсот шестьдесят восемь человек а лайк поставила а 66 ай-яй-яй как как же как же все таки неудобно как же все таки неудобно ай-яй-яй как неудобно получилось в 673 уже а лайков только 67 ай-яй-яй как неудобно все таки да эх вы ну да ладно как сказал свое время волан то он сказал ну что ж людей интересует только квартирный вопрос катя еличук здравствуйте андрей андреевич огромное вам спасибо сегодня слушаю опять первую ступень и о да главная философия люди это спасение первая ступень это спасение люди проходите мою первую ступень это спасение это спасение это то что изменит людей во всем мире я для вас это написал это чудо это чудо которое сделало меня мою жену моих детей счастливыми сделает вас счастливыми это чудо то эзотерика которая даю она чудесная будьте готовы к магии к настоящему счастью будьте готовы учиться у счастливого и радостного веселого любящего и любимого человека это большая такая удивительная алхимия простоты где все на самом деле не завуалирована а предельно легко и просто начинаешь кого-то читать так все сложно шиш через мышь мышь через пыш вот как бы это но не так как бы так но не это ужас какой-то в украине возвращаюсь нашлась работа на полставки хочу попробовать конфеты делать для дополнительного дохода вам еще раз на все спасибо у вас получится делайте и дополнительный основной доход будет конфетками супер у нас этот рынок на сегодняшний день не занят и имеет очень большой объем на сегодняшний день потребления сладких продуктов у нас в нашей стране недавно изучал эту тему она равняется приблизительно семидесяти по моему тысячам тонн в год как бы очень много 70 или 80 мария шумская добрый день андрей о начали ставить лайки лайкосы смотрите сейчас здесь есть кнопка она называется поделиться нажмите на эту кнопку нажмите на эту кнопку и там у вас появится youtube и нажмите на свой канал youtube и поделитесь ладно проехали святлана черноброва доброго дня андрей андрей дякую что навчили на все дивитесь позитивом шукаю работу чи вдастся знайте подходящую как скоро уже скоро знайте будет у вас подходящий скоро все будет добрый доброго вчера в случае если у вас сейчас не получается зарабатывать знайте это возможность обучения выберите для себя любое обучение начинайте обучаться все что угодно вышивайте шейте делайте что-то руками лепите играйте изучайте но не сидите просто так я хочу напомнить слова из моей первой ступени я всегда говорил настоящий успешный человек он делает всегда три вещи если устал отдыхает если не устал он обучается если не обучается и не устал работает поэтому либо работой либо обучайся либо отдыхай 3 не нужно пустая трата времени гаджеты пустая трата времени это когда человек просто лег и лежит знаете хочешь отдыхать закрой глаза отдыхай а когда лишь бы время провести чтобы так чтобы что-то делать чтобы ничего не делать но у нас как эзотерика у нас всегда есть чем заняться я обычно сюда добавляю еще третье слово или четвертое я обычно говорю я или обучайся обучение это чтение или обучайся или отдыхай или работай а если не хочется не первое не второе третье я беру четкие читаю мантру сажусь прям вот так и и сьадат хедана джині грині сарвардха сатхані шашина лага шимана наше аситхяна тума антра падайсваха омбігуні бармасу пагесваха ильом троям бакам геджам агей и проехали и так так единиц любовью подякую до всех будь ласка спитаты за человека что порекомендуете по номерологии 9 знак скорпион мои проблемы с простатой та завышенным цукром 60 роков роздратованный часто и палец смотрите лучше если у человека часто выпивает поправляется артериальное давление растет и так далее то это говорит о его гиперзакисленности крови у него дальше будет сахарный диабет второго типа проблемы сердца гипертоническое заболевание депрессии и это все говорит о том что ему нужно помочь чем калием только не царе стыд ему необходим калий минерал такой в моем моей компании этот препарат называется манкулит если он будет этот манкулит пить по одной чайной ложке на один литр воды на протяжении одного двух трех месяцев похудеет перестанет нервничать хорошо начнет себя чувствовать если наоборот слабость апатия неврастения ничего не хочется худеешь все время плакать хочется и так далее тогда нужен кальций человек так устроен наша счастливая жизнь она связана либо с щелочной кровью тогда кальций потому что он подкисляет кровь либо с кислой кровью тогда необходим нам натрий и калий они могут кровь подчелачивать вот и все если у вас избыточный вес вы нервный человек пейте калий если вы худой апатичный худеете специально у вас к вечеру нервные состояния не можете успокоиться кальций пейте принимать какие-то как и там глюканат кальция есть можно попринимать есть с калием препараты тоже аптечный не обязательно мой там потасиум какой-нибудь это доброго дня андрю андрей дакую что навчили на все дивитесь позитивом чукаю работу чи вдастся знайте подходящую как скоро уже скоро знайдете подходящую так Когда там занято, то тогда никто не приходит. Для того, чтобы освободить нужно, вот того, который был, выкинуть нужно. Каким образом это сделать? Представьте, будто через половое отверстие вы достаете змею с головой того человека, о котором все время думаете. Достаньте ее, бросьте перед собой и ногой вот так оттолкните и скажите, ползи отсюда. Еще и веником так, и после этого отпустит. Иначе, если там уже занято, то что-то новое не приходит. Так и будет вокруг что-то появляться. А того идеального, который был или о котором вы хотите, того не будет. Я тоже девятка, кстати. Здравствуйте, Андрей. И тоже Скорпион. Я Анжелика в разводе. В семье все остались одинокими. У меня дочери 31 и 22. Зависит ли семейное счастье моих дочерей от того, что замужем я или нет? Выйдут они счастливо замуж? Да, обе выйдут замуж счастливо, родят детей, мальчики у них будут первыми, скорее всего. Супер-супер хорошая жизнь. Вы вообще ни при чем, ваши дети будут счастливые. Супер-супер. Если мама ненавидит мужчин по какому-либо принципу, то у детей могут быть проблемы, особенно у девочек с замужеством. Если мама ненавидит, вот я заметил, что у изнасилованных женщин в раннем возрасте было там насилие, грубое насилие, и там они молчат, или там ненавидят, или там даже жила с мужем. А этот муж был дурачок, и такая бесконечная ненависть к этому человеку возникла, прямо ненависть до тряски, прям бесил, и потом разошлась. Вот эта ненависть блокирует потом у детей возможность выйти замуж. Что нужно сделать? Простить, сказать, да пошел он из сердца вон, из глаз долой. И все, и забыть навсегда вообще, сказать, да, не знаю, какой он там был, для меня всегда хороший, все. Пусть идет в собор Парижской Богоматери. Если говорить, мой муж был самый хороший, мой муж был самый любимый, я его всегда любил, он меня гладил. У вас же были интимы какие-нибудь хотя бы. То можно сказать, вон у нас были такие хорошие отношения, ну, как сейчас вспомню, целовал меня сюда. А все остальное не знаю, как в тумане. А потом, как что-то произошло с ним, все. Я его за все простил, а все, пусть идет. И после этого девки, типа, выходят замуж. А если вот он придурок, я его ненавижу, как только о нем вспомните, аж дрожь, бешенство такое, то будут проблемы с женитьбой. Андрей Андрей, спасибо за прекрасную возможность общаться с вами. Скажите, как помочь внучке, чтобы она хотела учиться эзотерически. Ставите ей шесть плюсиков мысленно на лбу. Первый плюсик, второй плюсик. И говорите, чтобы поумнело, чтобы поумнело, чтобы поумнело. Чтобы в математике, в английском, чтобы еще в чем-то. И вот так шесть плюсиков утром, шесть плюсиков вечером. И все, и поумнеет. Доброго дня. Доброго дня, Андрей Андреевич. Как мне допомогти дочці забути мужчину? Він женатый. Ах, ты ж. Вимовлення не допомагают. Ах, какой жестокий. Каже, не могу без него. Это любовь или паранойя? Відповедь есть. А смотрите, как я быстро вообще анализирую и выдаю темы. Мозг хорошо работает, наверное. Ну что ж. Почему так происходит? Когда мужчина с женщиной начинают встречаться. Когда у него жена, то у него есть обязанности. А когда девушка, то у нее, она выходит замуж, тоже есть обязанности. Но любовь в виде вспышки, она возникает без обязанностей. Без обязанностей. То есть никто никому ничего не обязан. Встретились там, чик-чик и все, и разбежались. Нет обязанностей никаких. Он ей не обязан, у него семья. Она ему не обязана и так далее. Но поверьте мне, девочка так устроена, что у нее рано или поздно появится желание. И она начнет говорить ему, что она что-то хочет. Она может быть мелко там. Пообещал там что-то сделать для нее. И он обязательно будет ей обещать, потому что девочка будет заставлять, чтобы он что-то обещал. И она будет рано или поздно, она будет его в чем-то обязывать. То есть обязан приехать, обязан купить, обязан быть, обязан сказать, обязан позвонить, обязан. И вот эти обязанности, они будут срезать у них вот это состояние любви. Вот эта любовь, она рано или поздно, пока он женат, пока это вспышка, сделать вы ничего не сможете. А вот когда начнутся обязанности, то это будет разрыв. У нее разочарование в том, что все мужики плохие. У него, что все женщины одинаковые, хотят его поиметь там за деньги и так далее. Ну как-то так это все будет. Как вы можете помочь вашей дочери? Я уже сегодня говорил, представьте, будто вы этого мужчину видите. И у нее в виде змеи из половых отверстий достаете. Только не убивайте. Кстати, можно и убить, ничего страшного. Но лучше не убивать. Это не ваше дело убивать или прощать. Это любовь просто. А любовь убивать нельзя, даже если она в извращенной форме. Достаете эту змею из нее, с головой этого человека. И вот так бросаете перед этой девочкой веником так раз, раз, раз. И после этого можно мысленно представить ее и его, и зажечь восковую свечу, и смотреть на пламя этой восковой свечи, и представлять, будто эта змея, эта дядя горит на восковой свечи. Но свеча лучше, чтобы восковая была. Можно в церковь сходить и попросить победоносца сказать, О, Георгий, подави всех этих змеюк моей дочери, Поразих своим мечом на своем коне змеи. Да будет так. Аминь. Скажите, можно омывать сына огнем практики первой ступени? Да, я там об этом говорю. Здравствуйте, Андрей Андреевич, благодаря вам получила повышение. Скажите, пожалуйста, могу я с работы в этом году получить дом? Нет. Практики СНГ я делаю? Нет, нет, не сможете. Не так все быстро, но в дальнейшем сможете. Поэтому не так все быстро. Ребенок тоже медленно вынашивается. Не торопитесь вы, что вы сразу не успели на работу, уже дом хочет. Ну что это? Не торопитесь, все будет по чуть-чуть. Чем больше человек ждет, вот смотрите, у меня была возможность, помните эту историю, у меня было желание купить автомобиль Волга, но возможность была только купить козла. Но козла у меня не было желания купить, поэтому я ждал и откладывал по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. У меня ребенок спрашивает, папа, как у тебя получилось сделать бизнес большой? Вот с первым ребенком такое было. И я ему говорю, понимаешь, я сначала учился, сначала в училище, потом в техникуме, потом в институте. И вот со всего, все время откладывал. Моя мама научила, она всегда говорила, Андрюша, всегда, даже если денег нет, откладывай немножко, чтобы у тебя где-то было отложено. Я говорю, мама, у меня нечего откладывать, мне доедай, но отложи. Хоть чуть-чуть должно быть отложено. И вот я по чуть-чуть всегда откладывал, откладывал, такой нудный, душнило, был ужас. И чуть-чуть отложил себе там один сантиметр. Потом вложил по чуть-чуть, знаете, начало получаться. Потом откладывал из того и так далее. Много всего было. Нельзя сказать, что сразу хорошо все получилось. Все было постепенно. В чем была особенность такая? Особенность, она заключается в том, что хотелось большего, поэтому нужно было за счет чего-то это делать. Конечно, и не доедали, и не досыпали, и где-то там что-то не получалось, и там много всего было. Но вот это по чуть-чуть с пониманием того, что это ради того большого чего-то помогло иметь многое и достигнуть большее. Так этот мир устроен, знаете. Нельзя сразу сегодня родить девятимесячного ребенка. Нужно вот эти девять месяцев по чуть-чуть. А знаете у вас, а можно двухмесячного? Ну можно, но оно вам надо. А пяти? Ну можно, но оно надо вам пятимесячный. А семи? Ну так и вам надо семимесячный. А девяти? Ну девяти можно. Тогда как нужно? Зачем вам дом срочно сейчас? Вот у нас было такое с женой когда-то. Она говорит, все, я очень хочу, мы жили в квартире, я очень хочу, мне очень нужно, я уже не могу и так далее. Я говорю, не надо нам никуда торопиться, сейчас переехать, лишь бы переехать. Я два года искал дом, два года подряд. По чуть-чуть ездил в одно, в другое место, в третье. Знал уже, каждую неделю, субботу, воскресенье садился перед ноутбуком и листал. Такие дома, такие. Сначала вот посмотрел, несколько раз было желание там, там, там. Потом сформировалась картина, в какой направлении от города я хочу жить там, где мне будет удобно, где предприятие находится и так далее. То есть плавно это делал, не торопясь. За несколько лет потом сделал покупку. Очень выгодно, очень хорошо. И дядя говорит, что за три года, когда он этот дом поставил, не было ему ни одного звонка. А потом я предложил, приехал и купил. Он говорит, надо же, так удивительно. Я говорю, так он меня ждал. Он меня ждал и манил меня. Дуй кого, забери меня, забери. Потом я приехал и купил. Светлана Варпол. И ваша ученица, скажите, как побочь сыну с бизнесом, чтобы был доход. Руки складывайте и читайте для него мантру. Видьямдахимахешвари или там сядатхиданаджини гренисарвартасатхани. Либо какую-то там манипхадры или еще чего-то. Но как еще? Как еще сыну? Пусть течет в его сторону любовь. Садитесь и говорите, как я тебя обожаю. Мои губки золотые, мои ножки золотые, мои ручки золотые, мои глазки. Мой сыночек, мысленно его представляете. Мой зайчик, люблю тебя. Мой зайчик, люблю тебя. И ножки твои люблю, коленочки твои люблю, и пальчики твои люблю, и локти твои люблю, и лицо твое люблю. Ты мой сыночек золотой. Я тебя грудью кормила, на руках носила. Мой зайчик, пусть у тебя в бизнесе все будет хорошо. Мой хороший. Вот в этот момент у вас к нему течет любовь, а если течет любовь по отношению к вашему мальчику, то у него текут деньги, я же все темы рассказал, таки да, вы прекрасно выглядите, а так. У меня с женщиной был один разговор, буквально несколько дней назад, она мне говорит, все мужчины хотят только одного, они хотят интима и больше ничего и так далее. Я говорю, да ладно, я говорю, у вас когда последний раз был интим? Извините за такой вопрос. Она говорит, ну я не могу так лишь бы, ну так конкретно, скажите по-честному. Но она соврала мне, на самом деле у нее 2-3 года не было интима ни с кем. Я говорю, ну и шо это? Я говорю, сейчас найдите тех, кто с вами прямо сегодня, завтра переспит. Это так женщина себе придумала, на самом деле таких не будет большое количество. Знаете, это так часто женщины, вот я, все мужчины хотят только одного, так попробуй найди. Найди 10 человек, которые прямо сегодня, завтра это сделают с легкостью. Да и этого не будет. Человек говорит, нет, Андрей Андреевич, 100%. Нет, это не так. Это неправда. Просто откройте глаза. Всем мужчинам нужен секс. Найдите мужчин, которым нужен секс. Сделайте так, чтобы у вас было 10 мужчин, которые хотят от вас секс. Где они? Где? Вы их не найдете. Как помочь дочери? Одна и та же ситуация повторяется. После бойкота в школе ее не видят. Полная изоляция. Да, есть такое. Хотелось бы, чтобы в этот раз она смогла учиться и дружить. Есть. Вот это, что у нее нет, называется огонь. У нее нет огня внутреннего. Вот этот внутренний огонь необходимо таким образом представлять. Каждое утро представляете, будто на голове у ребенка огонь, как факел, как факел горит. После этого мысленно представляете, будто ребенка обнимаете и говорите, я наполняю твое сердце. И представляете, будто ее сердце, как самовар, стал горячим. Когда, видимо, у нее в груди есть льдинка. Мысленно представляете, будто там есть льдинка и доставайте у нее через глазик эту льдинку и выбрасывайте. Кстати, конъюнктивит может после этого начаться у ребенка. Таким образом, если льдинку убрать, то начнут обожать. Такое бывает, льдинка, это, знаете, могли сглазить, могли ненавидеть мужа, муж мог не хотеть очень ребенка, его мать могла не хотеть, ваша мать могла, вы могли не хотеть ребенка, обвинений очень много делали. И ребенок родился с льдинкой. Если у ребенка льдинка в сердце, как бы он себя не вел, его не любят, не хотят с ним дружить, льдинка. Достаньте льдинку. Если приставлять на голове факел и приставлять, будто льдинку из глаза достаете и выбрасываете в виде иголочки, то ребенка начинают обожать. Да, сами ее как можно чаще обнимайте. Каждое утро ее обнимайте. Садитесь и говорите, ты самая хорошая, самая добрая, самая любимая, ты моя ласточка, ты моя зайка, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Андрей Андрей, спасибо, у меня забрали детей. Детей смогу ли вернуть судом со временем. Что лучше для детей? В данном случае пока ничего. Не надо было делать все для того, чтобы вы знали, что у вас ваших детей заберут. И вы ничего для этого не сделали ранее. Из-за лжи. Много очень лжи в вашей жизни. Начните говорить правду себе и окружающим людям. Меньше принимайте алкоголя. Не занимайте деньги. Начните больше стараться как-то в жизни. Становитесь человеком, который не только отдыхает и понтует. Здравствуйте. Если ученица очень радует ваши вебинары, стараюсь радоваться. Сильно болею в последнее время, еще причины в себе. Уже объяснил. Имеет значение, если бьется посуда. Большое спасибо. Ибо посуда бьется, к счастью, в доме. Не зря посуду бьют. Если все ссорятся, таким образом ссоры исчезают. Если посуду разбить, то вот эта ссора, она тоже разбивается вместе с посудой. Поэтому, если посуда бьется, тогда надуманное часто бывает у женщин. Бу-бу-бу, не так сказал, не так сделал, не так подумал, не так посмотрел, не то. Не любит меня уже там или что-то. После этого хрячь там что-то разбилось. Все, после того, как разбилось, уже этого нет. А вы как бы забили, и все. Ничего страшного. Доброго вечера. Відчуття, что могу тратить сведомость головокружения и страх, как подолать, щиро дякую. Идите до психиатра. Есть такой лекарь, называется психиатр. Он вам назначает от панических атак препарат. И вам он поможет. Я вам это обещаю. Милые друзья, прямо сейчас вот здесь указан адрес моего сайта. Дуйко.гуру. Это типа я гуру. Значит, вам необходимо пройти мою первую ступень. Для тех, кто не проходил первую ступень. Обязательно перейдите на мой сайт. И обязательно пройдите первую ступень. А еще, в скором времени я проведу семинар, который называется «Обновленная магия денег». На этом семинаре я расскажу, что такое магия денег, какие новые тенденции развития энергетического к тому, чтобы деньги к вам липли. Какие необходимо читать практики. Какие есть обновленные коды третьего и четвертого уровня. Какие в этом году и в следующем выполнять практики, чтобы это сразу же могло на вас воздействовать. И как это все делать. Какие символы, какие практики, что представлять, что делать. В общем, все это я дам. Этот семинар будет, по-моему, 6 декабря. Также хочу вас пригласить на свой семинар программирования 2025 года в очередной раз. Новое программирование позволит вам в такой веселой и радостной форме запрограммировать свой следующий год таким образом, чтобы жить счастливо, радостно, сохранить всех близких и сделать все для того, чтобы жизнь вновь била ключом и была счастливой, радостной. Ведь нет возможности каждый день заниматься эзотерикой. А так будет хоть возможность хоть немножко как-то подкрутить свою судьбу для того, чтобы жить счастливо и жить хоть немножечко более в везении, чем у обычных людей. Ольга Митюнина. Андрей Андреевич, здрасте, Макарова, мне долг отдаст? Нет. Читая мантры, они читаются легко, а другие от проблем немножко трудно. Почему так? Так и должно быть. Мантры, которые больше всего вам необходимы, изменяют судьбу. Поэтому читать их сложнее. Выбирайте самые сложные мантры, читайте самые сложные. Уважаемые друзья, на этом будем заканчивать. Поменяю ли я работу на высокооплачиваемую? Да. Буду ли я у моего сына, дети будут? Прохожу первую ступень, какой у вас заразительный смех. Сейчас вы не так шутите и смеетесь. Какие шутите и смеетесь? Что с вами? Я живу в Украине. Сегодня летали ночью снаряды. Было так. Вы где живете? Приезжайте в нашу страну. Вы офигеете просто. Вы офигеете от того, как мы живем. Вы просто офигеете. Нас бомбят с России круглосуточно. Они задолбали уже это правительство. Пусть вылезут вот такие геморрои, чтобы они были такие. Чтобы у всех руководителей русского правительства вылезли геморрои, они все стали импотентными и фригидными. У таких людей не должно быть детей. Какашки, блин. И после этого, почему я не смеюсь? Каждую ночь плакать хочется. Каждую ночь бомбят. Каждую ночь, каждую ночь взрываются, летят, бомбят, трещат. Взрываются, там взрываются, люди гибнут. И так, чего вы не смеетесь? Твою богодушину. Скажите, будет ли у меня второй ребенок? Да. На работе все время неприятности. Что делать? Уходить с работы. Зачем вам такая работа, если вас подставляют? Есть неприятности, значит вас там не желают. Значит, высшие силы пытаются вас с этой работы выдавить. Зачем вам там находиться? Не вырастут у них геморрои, потому что они бесы. У них только рога могут вырасти. У бесов могут быть только рога. Если бы они не были бесами, то у них бы все повырастало. А так они бесы. Они находятся наверху этой пирамиды, и они так глубоко ненавидят. Для них мучить, издеваться, и пытать издеваться, и знать, что они в этом участвуют, приносит им наслаждение и радость. А люди для них писюны на блюде. Просто знайте мое мнение. Я человек, который это все знает. Прекрасный вебинар. Волшебный период беременности. Какие методы можно использовать, заниматься эзотерикой? Гладьте ребенка. 9 месяцев вашей жизни. Это 9 месяцев зарождения жизни ребенка. Первый месяц, первые 10 лет. Второй месяц, 20 лет. Третий месяц, 30. А 9 месяц, 90. Вы хотите, чтобы ваш ребенок прожил 90 лет абсолютно счастливой жизни? Тогда что нужно сделать? Радуйтесь каждый день. Считайте, что это ваша миссия. Чем больше счастья и радости, тем счастливее жизнь. Одна моя знакомая послушала мой совет. Когда школа началась, это было 13 лет назад, она начала слушать музыку гитарную. И она всю жизнь мечтала играть на гитаре. И рисовать. И вот она начала слушать, обучаться рисованию. И вот 9 месяцев этому посвящала. Не торопясь, она сама художница и так далее. У нее родился ребенок. Этот ребенок, ему 13 лет. Говорит, если бы вы знали, как он играет на гитаре. Это какое-то чудо. Он с 6 или 7 лет попросил, чтобы ему гитару купили. И с 7 лет начал играть уже как профессиональный музыкант. Она мне отправила видео. Я говорю, это потрясающе. Я не мог поверить, что ребенок маленький такой. Он сейчас высокенький и худенький. Но так играет. Он говорит, он так любит играть на гитаре. Я говорю, Андрей Андреевич, огромное спасибо, огромное спасибо. Я говорю, 9 месяцев вы мечтали и видите, 9 месяцев запрограммировали свою жизнь. И судьбу этому ребенку. Константия. Андрей Андреевич, у моей сестры долг, как она сможет рассчитаться? Нет, не скоро. Будет долго отдавать. Очень так. Не будет у нее все хорошо. Большая разница между платной и бесплатной ступенью. Несомненно. Когда вы покупаете платную ступень, то вы делаете все для того, чтобы наша школа существовала. А когда вы смотрите бесплатную, то вы делаете все для того, чтобы наша школа не существовала. Поэтому в этом и различие. И выбор. Выбор добра. Делайте так, чтобы хорошее существовало. Выбор зла. Сделайте так, чтобы было хорошо только вам, а остальных в труху. Почему? Только деньги могут заставить меня что-то делать. Что-то делать полезное. Если я не зарабатываю, мне неинтересно это делать. Вот если канал процветает, то это говорит о том, что я на этом зарабатываю. Если канал не процветает, то я на этом не зарабатываю. Почему? А мне очень много есть чем заниматься в жизни. У меня огромное количество видов бизнеса, много встреч. Я человек энергетический. То есть у меня... Я утром встаю, занимаюсь медитациями, хожу в спортзал. У меня постоянно встречи. Я с кем-то разговариваю, книжки пишу, детей обнимаю. У меня хорошая интимная жизнь. У меня хорошая физическая подготовка. У меня... Я там изучаю языки, книги пишу, книги читаю. У меня на все хватает. Езжу куда-то, встречаюсь там. Завтра на поезде буду ехать. И там... Вот так. Вебинары читаю. Иногда. И так далее. Это все, оно направляется в зависимости от того... Ведь жизнь короткая. А единственная мотивация, которая есть среди людей, это возможность заработать деньги. Вот есть возможность заработать деньги, я работаю в эту сторону. Пишу новые семинары, выхожу к людям, делаю нарезки. Где-то что-то публикую. Если это как бы начинает гаснуть, то мне это неинтересно. И я опускаю руки, занимаюсь другим бизнесом. Встречаюсь больше, там еще что-то. Поэтому оно так и выглядит. Бывает такое, что я пропускаю специально. Почему? Я скажу вам секрет. Он связан с тем, что, как бы это ни выглядело банально сейчас, но со своей позиции внутренней, я чуть-чуть делаю людям одолжение. Я на самом деле делаю людям одолжение тем, что я выхожу, встречаюсь, провожу вот такие вебинары. Да, можно сказать, что я там сумасшедший человек и так далее. Но для меня бы ничего не... Смотрите, вот я сегодня два часа с вами там час разговаривал. Я на этом ничем не заработаю. То есть ни одного рубля, ни от кого из вас. Это зря, по идее, потраченное время. А вы зря тратите время для кого-нибудь, а вас здесь вот уже там несколько тысяч человек. А зря потраченное время. Зря. Оно мотивирует человека или нет? Ну, зря потраченное, наверное, не мотивирует. А еще, знаете, что неприятно бывает? Бывает такое, что ты там прочитал, там помог, где-то кому-то подсказал что-то, кому-то это понравится. Но потом еще и начинают люди писать там, что ты сдох, там ты какашка, что ты... А ну докажи, там ты такой-то и еще что-то. Вот им не лень. Такие смешные. Как рано утром просыпаться? Если человек не может просыпаться утром, это говорит о том, что он находится в состоянии истощенной нервной системы. Такую истощенную нервную систему нужно лечить, чем антидепрессантами. Самые простые антидепрессанты это лекарственные растения. Какие? Зверобой, валерьяна, шишки хмеля. А самые лучшие антидепрессанты медицинские это антидепрессанты нового поколения. Агамелатин, допустим, великолепный антидепрессант без побочных эффектов. Вот люди пишут мне, Андрей Андреевич, помогите там. Вот дядя мне пишет. Андрей Андреевич, ну где-то так это выглядит. Андрей Андреевич, вот там у меня есть женщина, эта женщина, я с ней не живу и так далее. Я пишу ему, кто на нее повлияет, я пишу, воздействия на нее нет никакого совершенно. И скорее всего она уже живет с другим мужчиной. Почему я это сказал? Ну потому что я просмотрел. Мужчину жалко стало. После этого он, нет, нет, воздействия, но как воздействия убрать она не может. Я говорю, вы живете в одной стране, она в другой, она живет уже с другим мужчиной. То есть вы хотите сказать, она мне изменяет? После этого я ему отправляю счет и пишу. Вот счет. И вы можете за то, что я вам это сказал, можете меня отблагодарить. Нет, никакой благодарности. Не женщина одна. Да, человек пишет. Андрей Андреевич, дайте мне срочно 5000 рублей. Дайте мне 5000 гривен. Зачем 5000 гривен? Вы ученик, я ученик школы, я хочу, чтобы вы мне помогли. Ну хорошо. Скажи, какая мантра идет? Аймхридея, что там дальше? Не отвечает. Я говорю, ну скажи. Ну сейчас. У мамы спросил, пошел, говорит. Намах. Я говорю, хорошо, правильно, молодец. А теперь скажи, что мы делаем при помощи восковой свечи? Он мне пишет, очищаем себя. А еще? Так вот, мы с помощью восковой свечи в нашей школе убираем неприятности. Это один из методов, которые мы в школе изучаем. И об этом не знать глупо, потому что это как бы в школе основа. Ну и я ему говорю, нет, вы не ученик школы, скажите честно. Нет, я не ученик школы, меня мама моя обучает, но мне очень срочно нужны 5000 гривен. Я говорю, сынок, ты не с того начинаешь. Надо начинать не с брехни. И вся твоя проблема, ты если бы у меня спросил, у меня есть долги, как мне их отдать? Я бы тебе ответил. И это выглядит так, меньше ври, говори правду, и в жизни твоей будет абсолютное счастье. А так ты врешь, врешь, врешь и врешь. А почему врет? Потому что тебя не любят, потому что ты ощущаешь, что тебя не любят. А ты приди к маме и сядь, скажи, я так наврал там, наврал там, наврал там. И я не ощущаю, что мама меня любит, мама, ты меня любишь, люблю, а папа меня любит, любит. А я вас люблю, все, давайте будем друг другу как-то помогать. Я смотрю вашу школу, и вы говорите про вибрации. Можно молиться, это хорошая вибрация? Несомненно. С какой стати вообще молиться или верить во что-то, это плохая вибрация? Как это? Конечно, можно. Хотите молиться, молитесь. Хотите молиться, несомненно, у человека должна быть вера. Вера дает человеку возможности. Так человеку, у которого нет веры, ему страшно, потому что он не понимает, что будет дальше. А у человека, у которого вера есть, он всегда в надежде, что высшие силы ему помогут. Конечно, хотите молиться, молитесь. Хотите верить, верьте. Я за. А кто еще должен сказать о том, что существует культура семьи, что есть хорошее отношение, что быть хорошим это хорошо. Кто, кроме религии, что вы очень много видите, что вы где-то об этом говорили? По телевизору там бухнуть и забрать, там морду набить и так далее. А там очень много говорится о чем-то хорошем. Это как бы подразумевается, но об этом не говорится. Поэтому и религия должна быть, там говорят хотя бы о чем-то хорошем. Говорят о том, что бросать жену не нужно, потому что она всю жизнь служила и была хорошей. И нельзя так бросать тех, кого приручили, что к родителям можно хорошо относиться. О том, что заботиться о родителях это хорошо. Знаете, о том, что существует милосердие, что существует духовность, что верность бывает. Но это же тоже религия говорит, это же прекрасно. Люди путают священную веру и благодаренности к Богу и считают, что это важнее, чем заповеди. То есть считают, что Бог все простит. На самом деле это не так. На самом деле это не так, потому что это важно. Важно не якать, важно не воровать, важно не обманывать, важно быть верным. Почему верным? Он же не сказал быть верным. Но Иуда же был неверным и предал его. Тогда верность это еще одна заповедь. Конечно, из-за предательства Господь умер, понимаете? Но воскрес. Ну да ладно. Как увеличить любовь своей мамы ко мне? Делайте что-то безвозмездно для мамы. Если для мамы делать что-то безвозмездно, вы не можете ощутить любовь вашей мамы к вам. Почему? А как вы это ощутите, если она не говорит? Вот я просто верю в то, что мама меня обожает. А если мама не обожает, кричит и вредничает, то она любит меня или нет? Меня это не беспокоит. В этом случае я занимаю позицию, важно, что я знаю. А как она там себя ведет, ее проблемы. Поймите, каждый человек индивидуальность. Гораздо важнее, как вы относитесь по отношению к маме и как вы ее ощущаете по отношению к себе, чем то, как она по отношению к вам относится. Это фиксируется на общей картине жизни важнее всего остального. У нее своя жизнь, ваше восприятие в этом случае ваша жизнь. В этом и особенность вот такого удивительного мира. На этом все. Будьте здоровы. Всем желаю счастья и радости. изменяйте себя, проходите первую ступень. Приглашаю всех на семинар программирования, на семинар богатства. Спасибо и до свидания. Выключай. Вымыкай.